Многие игроки сталкиваются с проблемами, связанными с FPS, пингом или импут лагом во время игры. Если ты входишь в их число, то не расстраивайся, ведь ребята из Optimize Twix помогут тебе решить их. Они профессионалы своего дела, за два года работы через их руки прошел не один десяток ПК, в чем вы можете удостовериться благодаря их положительным отзывам. Также они сейчас проводят розыгрыш, в котором ты можешь выиграть мышь Glorious Model O, утилит Optimize Tool или настройку ПК. Переходите по ссылке в описании и вступайте в их группу ВКонтакте, а также Discord сервер. Ну и мы переходим к ролику. Нет, его не отпускают артист с хуёном, включается файт, оставляют в живых только Shadow. А где Shadow? А Shadow все еще перетягивается. Это значит, что без проблем установлен Spike, но вопрос, откуда будут ждать Shadow? Мы видим, что они вроде бы смотрят в сторону шарта, но... Да, ушли под лампу, ушли под лампу игроки Force. Спайк установлен так, что им в любом случае придется выходить. Но вопрос, с какой стороны они откроются. Shadow? Shadow ищет. Shadow не будет играть вокруг Спайка. Он хочет вначале выиграть хотя бы одну дуэль, но он принимает довольно много урона. Его пушат вдвоем, неплохой хэдшот от Shadow. И под флешку первого забирает, а второй уже отошел. Понимает Су-Гетсу, что здесь у него отличные шансы на победу. Тем более с флешкой он должен это выигрывать, но Су-Гетсу... Да, по времени вряд ли удастся. Но может быть Shadow успеет убить? Может успеет убить? Есть фраг? Не успеет раздефьюзить. Нет, он может быть успевал. С предыдущего раунда они остались, а все остальные сэкономили. Хотя арморы закупили все первого уровня, но по большей части деньги его на что не тратили. Собрал информацию Шао. Понятно, что на лангу играет Зедди с Шерифом. Ну и это опасная игра для него, потому что Шао все-таки зверь, как мы знаем. И было это видно на раунде с Шерифами от FPX. Итак, Зедди потихонечку сближается. Вдвоем его пикают, и он не попадает ни по кому. Прекрасная игра от Шао и Зипана. Оставляют втроем в живых представителей команды Форс. Димасик. Димасик ждет на шарту, и здесь Ху-Геон вряд ли выживает. Последние два игрока это Кофи и Су-Гетсу. Оба играют в Шаурсов, и по обоим уже есть информация. Информация-то есть. В целом они могут кого-нибудь одного попытаться задавить. Спайк ставить в принципе на А не обязательно, но ротироваться на АБ тоже уже время особо не позволяет. Не дай бог, какой-то затык произойдет. Что ж, FPX. Что они здесь могут сделать? Не пустят ли? Нет, не пустят. Не дадут поставить. Кроссфайр разыграть. Зэди вместе с тиммейтом прямо между ними находится. Кофи собирает информацию и будет байсить. А он байтит. А он байтит, и может быть как-то под это удастся сыграть. Вот еще один фраг. Зипана, Зипан, даблкил. Да, не удалось. Шаурсов разжулить. Как-то ульта Кофи не сработала, да. Но в любом случае пока еще атака не закончена. Форза подбирается теперь уже на шифтах к Апленту и буду ставиться там. Есть информация о том, что защита находится в банке, и ее будет контролить. Видим, полетела ульта от Вайпер. Добро пожаловать в мой мир. И в этом мире будет трудно достаточно выйти на ретейк в ближайшее время. Решили перестроиться, играть через коннектор. Итак, сейчас команда FPX основные свои усилия направляет на шорт. Тем временем Артист открывается. И нет, фрага нет. Но ревил, кстати говоря, может дать довольно много. По крайней мере, слышно, что много игроков на шорте. Первый, второй прекрасный игрок. Но они ждали, что он там уже показывал себя. Он же шоковую стрелу тут укидал. Ну, понятно. Не ожидали такой акрессии просто. Ну да, Артист задушил. Мало закуплено. И две ППшки против всего шикарного просто сетапа команды FPX. И ультимейт Отцова полетел. Ну, тут, понятное дело, это так скорее. Разделить немножечко команду противника. Есть фраг Аксу и Гетсу. И вот Демасик в смоке все-таки не вывез. Перестрелку. Шэдоу прошел через лампы. И не получается у него перестрелять оппонента. Вдвоем в итоге остаются представители команды FPX. Но это Зипан и Шао. Просто основная огневая мощь команды FPX. Еще и Ревайв. Еще и Демасик вернулся в игру. Демасик просто уже два раунда как-нибудь свою ульту сдать. И сейчас, мне кажется, этот момент настал. У него один ранец. Может, он все-таки прибережет ее на момент, когда с двумя сможет. Тем более, вот так вот в ульту Астры залетать с ульты тоже довольно сложно. Но смотрим, смотрим. Пока что более-менее должны понимать, где находятся представители команды Форс. Ребята из FPX и Демасик. Может разобраться с оппонентом в Шаурсах, но Зедди не испугался и дал по нему фраг. В итоге Хугион оставляет в соло Шао. Шао выходит. Не, не перестреливает Хугиона, но кофе вовремя. Такой брать. Ну и слушай, Форзы довольно быстро идут на поинт Би. При этом трое, как мы видим, представителей FPX на поинте А. Задавайся, сходись. И обойти, и выключиться к команде. Может быть, так и поступят. Посмотрим. Форзы, тем не менее, уже на пленту. И здесь нужно прямо сейчас с ними что-то делать. И на этот раз Шао не сыграл. Шериф Шао не сыграл. Шериф Мастер не показал свое мастерство. Не успел элементарно. Ну что, втроем остались представители команды FPX. При этом у них два девайса. Ангел вообще на полной котлете, кстати, закуплен. То есть так много денег у него было. Да, и у него дан 2000 сверху причем осталось. Да-да-да. Может, что-то и получится. Вот с таким баем. Но здесь позиция Зедди все-таки сработала. Хоть и не там с первого шота, но Ангела он закрыл кофе. Насколько я вижу. Что с этим они сейчас могут вообще придумать? Ой-ой-ой, как запушили FPX-ы агрессивные. И кофе остался на 30% здоровья. Можно ли его похилить? Да. И здесь интересно, есть ультимейт кофе. При этом трейд тоже на равных, который будет в пользу команды Форс. А с ультимейтом кофе мы знаем. Как играет, просто бегает, мешает оппонентам целиться. И под этим делом у Форзов часто получается давать фраги Шэдоу. Тем временем может просто невероятно сыграть. Он пока что не палится, рано открылся. Мог бы брать двоих. Ладно, дал один фраг. Уже неплохо. Суигетсу его растрейдил. Ситуация 2 в 3. И FPX тут не в большинстве. Так, Анжел. Да, Ангел, увидим то, что там... У меня такое отношение к эконому Невайсу. Может, Шэдо узнает, что делает. Ну вот для меня это, по крайней мере, выглядит. Да и до нерфа на стингерах не особо-то играли. Всегда, когда была возможность Диспектра... Нет, слушай, в определенном моменте он очень сильный был. Когда люди прочухали, прямо стали закупать его. И вот его из-за этого-то и понерфили. Ну да ладно. Форзы продолжают играть под Б, не изменяют своему изначальному намерению. И здесь, к счастью, для FPX. Потому что ведь они этот плент и стакнули. Кофе под флешечку, видит оппонента сзади. А он чекал же! Да, ну вот этот молниеносный чек, да, когда ты видишь, но ты уже запаттернил себя на то, что ты развернешься и не успеваешь среагировать. Зипан, прекрасная игра с Шерифа, но здесь Туи Гетсу вынужден достать свой револьвер. И этого не хватает. Хугион последний. Ангел, лоу хп. Понимает, где находится Шао. Прекрасная игра от Хугиона. Сибирь, где играет оператор от команды Форс. Так, у нас у Зипана также еще ревайп есть, так что в случае чего плюс один можно рассчитывать, что появится в этом раунде или в следующем. Ну и собак там на прочек балабани сразу дали понять, что народ имеется. И в закрытую пытался сыграть уж как мог там Шэдоу, но, кстати, его не забрали, так что это уже победа. А вот Зэдди погибает на Кроссфайру, фактически взяли. Кофе также в минус пошел, и раунд движется очень хорошо для команды Фениксов. В Зипану делают минус, и все равно в большинстве таком уверенном остается команда Форза, хотя Шао там еле живой был. Ой-ой-ой, Хугион, ну-ка, 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 нет, не получается ему перестрелять Ангела. В итоге Суигетсу последний. Да, и Хугион довольно в глубокой позиции потерял оператора, а может быть даже и захотят оператор подобрать ребята из команды FPX, потому что... Ой-ой-ой, Суигетсу, а может быть еще и не все потеряно. У него фулл хп, перестреливают еще одного. Этот чувак умеет стрелять, это все отмечают, поэтому может быть что-то и получится. Спайк далеко, но 20 секунд может хватить, может хватить. Ему без подтанцовывать, хотя... Ай-яй-яй-яй, как не свое время. А почти 1-4 вытащил, а почти, да, садимасик, но существенного урона не нанес. Там как-то пытаются действовать с Хевена, но... Слушай, Шао играет на А, и сейчас, если смогут на Б поставить Спайк Форзы, то ему придется ретейк играть с оператором, либо менять этот девайс. Может быть, если бы он изначально тут стоял, было бы сейчас намного сложнее Форзам. И так, Шэдоу как врывается под флешечку второго, нет, не получается. Форзы в итоге выходят победителями из этой перестрелки, и Спайк будет установлен без проблем. Вот этот ультимейт просто... Ревайв, ревайв можно использовать. Тут хорошие позиции есть для того, чтобы это получилось сделать с Зипаном, Правда, тут надо немножко отзонить. Дадут или нет, я вот не уверен, если честно. Там скорее, знаешь, дадут, а потом он сразу, ну, отвалится. А где Шао нашел фраг и, к сожалению, отвлекся? Я думал, тут придется 100% менять девайс, потому что в ульту Вайпер сложно играть с оператором, если они невозможны, но Спайк еще одного забирает, в итоге Суидецу последний, и он опять вынужден делать клатч, видит одного, разбирает, но его пикали ровно с противоположной стороны, и это четвертый раунд для команды Фантлос Феникс. Да, да, очень много денег сэкономлено, благодаря этому было командой, и то, что его получается сохранять на протяжении такого долгого времени, это очень круто. Ищейки полетели, там вообще раскидался как мог Шэдоу, мы видим то, что на поддержке, в случае чего играет, Зипан погибает, но размен один в один, Артист тоже там не успел толком ничего сделать, под стенку буст его получилось забрать. И на плент уже выдвигаются и ставятся Спайк, здесь в закрытую приходится играть в ПХ, попытаются выйти уже из-под позиции сыграть, и Димасик делает фраг, но Сугетсу изначально Ангела забрал, который даже не подозревал, в каком направлении находится его противник. Легион тоже должен погибать однозначно, Димасик делает еще один минус, и зато с Зедди на размене, 2-2, напряжение нереально, последний раунд половина, но кратные преимущества имеют шансы получить. Смотри, сейчас могут очень сильно принять ребята, Зедди дает первый фраг, Зедди забирает просто троих. И так оно и происходит, и Димасик сейчас рискует, может и в спинку кому-то настрелять, хотя его идет чекать кофе, который с этим не справляется, это первый минус в рамках этого А-плэнта оказался, и размены совершенно неутешительные для Форзы, тут трудно будет как-то пританцевать. Хотя видим то, что ФПХ решили сразу броситься перестроиться под Б-плэн, ставить там, но Димасик не дошел до конца этого плэнта, и в Хэвене еще одна цель найдена, это Шэдоу, и пытается его в зоне Зедди по максимуму, и попадает все-таки по Шэдоу. Зедди просто неотразим с этим гастом, и благодаря меткой стрельбе капитана команда Форз удается сравнять положение по живой силе, но Ангел включается в файт и выигрывает капитанскую дуэль, даблкил от Ангела в результате Хугион остается последним, знает, что есть оппонент на хуке, также известно, что было двое на элбоу, но как это разыгрывать 47% здоровья с классикой? Один девайс законтролить легче, его можно так поставить, чтобы любой мог подобрать, в случае чего отыграть тоже. Нет, Хугион они сразу протекали, у него был шанс сейчас вывести с Фрэнзи тем более, и сколько он там урона дал? Ну не так уж. Мне кажется, он низко стрелял просто очень. Может быть. То есть не в голову. Но бывает такое, к сожалению, Аплэнд сейчас был сдан, придется играть за три тейка в этом экономическом раунде для Форза. Опасная позиция Шэдоу, очень опасная, но и здесь его Суигетсу тем не менее трейдит, пока что выбили только один девайс Форзы, и Суигетсу опять, и снова и опять Суигетсу последний, да, бог с ним, с этим спектром, или что там отдали. Но вот еще один спектр выбили. Как он хорош. На самом деле, в свое время с классиком просто выделяли игру Суигетсу. Помню, Содракон часто на это внимание обращал, что вот прямо вообще ничего не надо. Его пистолет, да. Но, как, колесо. Да, фак. Суигетсу, ну, неплохое решение вот так вот собирать инфу, при этом, конечно же, он выдает и себя для команды ФПХ, ну и вовремя отступает назад. Неплохо. Кофи дает фраг по демасику. Но происходит это, я так понимаю, в хуке. Зэдди, Зэдди немножечко задушен тут с флешкой от Скай, но возвращается на передовую. Есть фраг от Суигетсу. Зэдди при этом спитал довольно много урона. И Шреду. Даблгил от Шреду. Но пока что это все фраги для команды ФПХ. И остается последним этот шведский киберспортсмен. 77. Здоровье 4 армора. В руках спектр. Надо выбить кого-нибудь. Нет, не получилось. Ну ладно, бонус. Икс будут действовать через шорты, через лонг одновременно. И получается спину на этих угиона. Минус артист. Также кофе разменивается. Но сразу же его Димасик заканчивает на этом раунде. Зипан также погибает. Но в меньшинстве по-прежнему находится Форзе. Очень неутешительный для себя. Потому что остался один Суигетсу, которому по-хорошему надо уносить ноги как можно дальше от этого плента. Один в три он здесь не разыграет. Деньги нужны команде. Вандал свой продавать ни за что не хочется. Но он такое ощущение, что решил до конца гейма. Он заряжен на клаче, судя по всему, в этой игре. Он уже... Но ситуация не так, где стоит рисковать клаче ему. Вот этот потерянный девайс, он может довольно дорогого стоить. Вообще-на-а, действительно, в соло играть даже против одного очень сложно. Слишком много углов, я бы сказала. Конечно, да. И вот здесь выходить очень сложно. Уметь выбить как можно больше из оппонента. Итак, уже довольно глубоко прошел Ангел. Но здесь неплохо его принимает Артист. Тем временем ребята из команды Форз очень сильно работают по лангу. Но Артист вышел флэшоный и не смог вывести пристрелку с Димасиком. Зэдди тем временем разбирается еще и с Шао, Зипан. Зипан не дает этот фраг, потому что рядом находится Шеду и помогает ему. Димасик оставляет у себя в ухе оппонента. И это отличный шанс для Кофи. У Кофи есть ультимейт на самом деле. И сейчас, может быть, под ним? Нет, уходят, уходят. Представители команды FPX будут работать на Апланте. Они сейчас играют 2 в 3 с преимуществом по девайсу. А почему, кстати, Форзы все девайсы забрали? Да. Нет, смотри, троих убили. Ну, один остался, видишь, где? В коннекторе около бета. Сложно забирать. Да, сложно забирать. Это опасно. Слишком далеко пришлось бы идти. Возможно, трейдиться в обмен на этот девайс. А в чём смысл ты останешься? Живой, но с Френзи или мёртвой? С девайсом. Так что, ладно. Тут у нас очень странно как-то вообще FPX разыграли. Потому что, как бы, я думаю, что они понимали, что противник экономический. Не так далеко от пистолетки прошло, чтобы можно было сбиться со счета. Но при этом они наткнулись на трёхразовый человек и не попытались пойти в другой, явно менее укреплённый плент. Они всё равно пошли вот прям вот стенкой на АБ. Как же сложно играть в Форзан. У них просто нет утилити. Просто нет утилити, чтобы выиграть эту перестрелку. Да. Их просто та же самая флешка там какая-нибудь, граната от Димасика, что-нибудь такого плана. То есть это всё мешает это делать, если стенка перегораживает кого-то из них. Но, кстати, стенка ставится ещё до того, как был поставлен, в принципе... А, прочекали всё-таки. Всё-таки посмотрели, прочекали. И работает Зедди, но даёт только один фраг. Два дабл-кил от Шао, неплохо играет российский киберспортсмен. Кофе есть первый фраг. Видит ещё одного, перестреливает ещё одного наверху, не переводится на Ангелос. Но здесь работает его бывший тиммейт, артист разбирается с капитаном команды FPX. Итак, Шэдоу остаётся один в два. Это сильный игрок, и, по-моему, он уже сегодня тащил какие-то клатчи за время трансляции. Поэтому смотрим, как же он разыграет против Арк... А у него в руках спайк? Да. Мог даже в ТП уйти, если честно. Мне кажется, он пытался немного больше себя... ...внимание стянуть, но на это ТП должно моментально реагировать, потому что то, что он пропал из прицелов, это должно моментально чекаться. И действительно, уже пошла перетяжка. Времени крайне мало на установку спайка. И должен сейчас там сесть. Успел. Успел. Ну, не, успеет ли он доплентить, так бы сказать? Нет, он успел точно. Но, вот, всё, да. То, что я боялась, он на подходе собьют, но его сбили сразу же после, который будет перетягиваться к одному из плентов, о котором было получено больше инфы. Вот к нему подтянули. Ну, и видим то, что в итоге решили выходить на А. И ультимативная от Савы пошла, ну, в молоко так. Как он мог там двоих забрать? Хугион, прекрасная игра с моликом. Он забирает и Зипана, и Демайсика. Втроём остаются представители команды Фор. В FPX, прошу прощения. Ну, тем не менее, дали им поставить спайк. Зедди с Джаджем. Кофи со спектром. И тем не менее, они в большинстве. И тем не менее, они в преимуществе. Ангела немножечко поймали в гравитационный колодец. Шэдоу пытается как-то разобраться с оппонентами, которые идут в лампу. Шао разбирается с артистом и дальше идёт в лампу. Но судец его принимает. Нет, это не был Шао. Шао-то продолжил играть и разобрался с кофе. Шао, есть ли ещё один фраг? Нет. Аккуратно, они отыгрывают. Вот если бы они так всю половину провели, конечно. Но им, конечно, отчасти повезло, что Суи Гетсу стоял на такой позиции. Простреливаемый слаг. Но при этом и Суи Гетсу как-то не повезло. Шэдоу? Артист, хорошая игра. Разобрался с Шэдоу, сравнял положение по живым агентам. Тем временем, FPX продолжают давить шорт. Ревайп есть, на самом деле, можно поднять Шэдоу при желании. Ай-яй-яй, Артист, прекрасная игра. И дальше полетел Шокболт, он продамажил Шао, но не добил. Тем временем, никого в лампах нет. И эту позицию могут спокойно занимать представители команды Форс. Ой, сейчас могут подловиться и Жу, на самом деле. Она идёт резко, она идёт резко, и Шэдоу. И, видимо... Слушай, а прямо к ней, прямо к ней идёт Артист. Там может быть грязь, но мы смотрим на Димасика. Димасик прямо в ульте Вайпер сейчас вынужден кружить. Кстати говоря, неплохо для команды FPX, то, что они заставили сдать этот ультимейт Вайпер. Димасик, прекрасная игра с Гвардианом. Что он творит в этом раунде? И это... Победа в экономике, которые могут в атаке сильно помочь. И плюс один человек при возможности. И помимо этого, такой неожиданный, можно сказать, телепорт в какую-то сторону может сыграть. То есть, вот там как раз вот Румусица куда-то, теперь не проблема. Так, Ириан. Отличная игра с Эдди. Всё-таки выкурили его с позиции. Это самая рабочая, самодейственная позиция для Джаджа. Поэтому, может быть, это и его последний фраг с этого девайса. Ну, посмотрим. Сзади нет, сзади занимает ещё одну. Ну, тут на самом деле много таких упорных позиций. Именно на Байнде. Поэтому всё-таки здесь Джадж так и играется. Некоторыми особыми любителями. Ну, и видим то, что здесь уже месиво такое из скиллов, скинутых на Б-пленте началось. На А-пленте до сих пор опорником остаётся Суи Гетсу. Не двигается никуда со своей позиции, чтобы, не дай бог, не отдать пустой плент. Зэдди. Ай-яй-яй, подловили в момент, когда он обновлял смок. И немного его всё-таки не добили. А там был ракетный ранец. О, Зэдди на средней дистанции всё-таки реализовывает свой дробовик. Артист с хуёном ещё по фрагу. И Шао остаётся последним. У него в руках Вандал. Убирает кофе. Зэдди тем временем уходит на контроль шарта. Понимает, что там немножечко ослабла оборона команды Форс. И стягивается, чтобы помочь у Геона. Тем временем Шэду с Шерифом играет с Банни. Артист в никуда. Ну, Артист должен пристраиваться на самом деле Банни чекать. Но вот нет информации о том, где Спайк, в какую сторону. Вообще все молчат из команды ФПХ и не дают о себе знать. Но видим то, что всё-таки перетяжка идёт. Остатков команды атаки. А Шао одного видел? Да. Одного. А, ну тогда, вот если бы двоих увидел, я думаю, здесь Зипан вместе с Шэду уже выбрали. Здесь без Шауросов. Фугион опасная позиция. Но я думаю, здесь могут его ждать. Так, Фугион первого не забирает. Демасик прекрасно открывается по оппоненту. Фугиону слишком широкий флик пришлось давать. За этим временем проходит через лампы, но по нему проходит очень неприятная способность. Его всё-таки перестреливает Шао. В живых остаётся только два игрока команды Форс. Это Артист и Суйгет. Подобрали девайсы, поменяли за счёт того, что были выбиты они из Форсов. И теперь они, хорошо бустанувшись по экономике, готовы аккуратненько завершать этот раунд. Желательно никого не потерять. Желательно никому не дать умереть. Это должна быть флоу из победы. Итак, там банк чекается. В банке, кстати, народ довольно много. И ФПХ хотят выходить уже со спайком, кстати. Сплит А раунд здесь будет оформляться. Артист будет зафлешить и ухрешить. Ну кто-нибудь прочекает, и его нет. Не получается снимать. Только один. И второго уже не перестреливает. Пока что впереди ФПХ. Пока что втроём в живых остаются ребята из команды Форс. И, конечно, вот этот... А просто какая-то слепая зона. Знаешь, эту точку не чекали и в прошлой половине. И сами ФПХ, и Форза сейчас не чекают. Суйгет. Есть один фраг. Как же сложно на Апланте в соло играть. Как же это сложно. Суйгет смотрит в нужную сторону, и там, может быть, открылся Бэйзи Пан. Но нет, но нет. Очень цаевого стоят ребята из ФПХ. Лишних рисков на себя не принимают. Потому что есть понимание, что очень легко можно отдать карты. Да, тут на таймер можно поиграть абсолютно спокойно. Но они, смотри, они не очень цаевого. Они довольно близко играют. И вот в итоге пикнут. Пока что всё идёт. Пока что три игрока на А. И именно сюда начиналась стартовая агрессия от команды ФПХ. Ну, смотри, паркадили Чичу и Баньки. И Шаурс, видим то, что... Хотят за поворот ещё заглянуть. Но это может быть рискованно. Заглядывают, и это действительно оказалось рискованно. На Зипа, на Шау, формули здесь два фрага. Причём ещё один Шаурс, это могут не отпустить кофе. Не отпустили. Вот это на халяву данный раунд, на самом деле. Сейчас два в пять разыграть. Какие друзья овертаймы? Скажите им привет. Ну, а сколько безидейно... Так, эти последние несколько раундов для Форзе прошли. Вот конкретно вот этот здесь. Они вот пытались два последних раунда от Аркадса играть. И здесь тоже. И оба раза это настолько сильно обломилось. Ну, в прошлом раунде у них скорее такой дефолтный получился. И вот бегает, мечется туда-обратно Ангел. И там что-то опрокинул пару стрел своих Саван. Но да, там в итоге никто не повёлся, все перестроились. И видимо то, что всё началось с фрагов для Зипана. И ещё есть размена Суигетс по Зипану. Зипан, кстати, ревайбл. Он хотел бы остаться в живых. Но как же сейчас быстро теряется Форзе? Это 13 раунд в катилку команды F. Здесь многое зависит, конечно, от таймингов. Флешка. Это има. Ну, знает теперь, где находится Суигетсу наверняка. Собака тут же пошла. Но не увидел Демасика, наверное. Да, 100% не увидел у собаки ограниченное же поле зрения. Так что Демасик знает, где искать Суигетсу. По нему миллиард инфы уже. Ну, и второго опорника тоже, в принципе, есть подозрение, где искать. Либо внутри трубы флэнта, либо на выходе с фриспа. Суигетсу закрыли при помощи стенки. Ребята потихонечку заходят на поинт Би, но он стак. Четвером ребята из команды Форз, в случае чего готовы принимать. Шао, есть первый фраг, даёт ещё одного по флэшоному. Конечно, Шао дальше мутится в флэнт и здесь не перестреливает Зедди. Прекрасная игра от капитана команды Форз. Всё-таки вывозит этот раунд. Он направится. По идее, должен уже Демасик в эту сторону бежать. Да, он бежит, бежит. Даже, возможно, успеет подстроиться вовремя. Отлично. Жаль, ультов никаких нету, но эти похвастники Форзы не может. И на что мы здесь можем посмотреть? Пока что утилити. Пока что вот этот вот раскид с обеих сторон. Ребята душат друг друга. Кофе. Ой, опасно, опасно. Кофе упал прямо в кассетку. Да ладно. Демасик даёт лёгкий фраг, но Форзы продолжают воевать. Есть пик от артиста. Есть пик от Суигетсу. И ставится спайк. Ситуация 4 в 3. Можно ли здесь отыграть по сплэнт? В принципе, флэнт стоит под лонг. Дадут ли туда уйти? В принципе, наверное, да. Но в любом случае надо доигрывать. Выбора уже нету. Что могут сделать Форзы? В принципе, на таймер пытаться разводить своих оппонентов. В Зейде пошёл в минус. Суигетсу во флэшке. И его перестреливают. В итоге вдвоём остаются Форзы. Очень, очень напряжённая игра. Угион не перестреливает ещё одного. И артист остаётся последним. Ай-я-я-я-я-ртист опустил одного. Сели-сели, дефью-зеть, но! Рядом. Рядом Шао. И здесь в любом случае не облажается с утилити оппонентов в Шаурсах. Тем временем Зейде уже должен давать один фраг. Неплохой хатшот. Зейде ещё одного перестреливает. Прекрасная игра. Зейде там ещё может нашить. Но вылетают Ангел с Шао. Дают два фрага. В результате Шэдоу остаётся последним. Артист должен понимать, где он работает. Да, видно, есть информация по Шэдоу. И артист делает трипл. Поэтому, может быть, начнут перетягиваться ребята из команды ФИКС. Пока не двигаются. Да, есть первый фраг для Зейпана. Тем не менее, Зейпан дальше понимает, что играют с Хуки. Ангел перетягивается через Веспа-то делает. Хуку будут продолжать ли чекать? Пока делают это более закрыто. На Шао достаточно большая надежда ложиться. Он может одновременно его к сланга зачекать. Но зачекал его собственные жизни. Ангел также погибает. Зейпан вместе с ним. Остаётся в меньшинстве командой ФПХ. И поставят ли Спайк? Дадут ли поставить? Конечно, дадут. Причём важно, что убили Зейпана. Зейпан был с ультимейтом. Это сейчас суперценный был бы ресурс для ФПХов. Итак, пошла флешечка. Димасик тем временем открывается. Сейчас Димасика сбоку обойдут. И есть, да, есть фраг по Димасику. 15-й раунд для Фарзов. Это Аркада на себя. И это Аркада будет, но он отошёл. Он за Смог, но Смог через реалию. Выбили Спайк. Выбили Спайк Фарзы. Сейчас это может быть грязюка, грязнющая на самом деле. Но нет, нет. Забрали, забрали пачку представителей команды ФПХ. Там на самом деле самый очень большой лаг, то, что получилось фраг сделать, а что просто нашёл Смог Кофи наугад. И у него нашёлся фраг наугад. Понятно было, что там где-то недалеко оппонент. Но всё равно ты стреляешь как бы в пустоту. То есть ничего граммя Смога не видишь. В этом скорее будет. И получилось на это фраг нарисовать. Очень важно для своей команды. Но да, из-за этого же Смога Спайк спокойно унесли. Итак, Ангел ломает флешку. Зайди тем временем разбирается с одним. Шао это трейдинг. Ситуация 4 в 3. Всё ещё в преимуществе ребята из команды Форз. Итак, есть ещё один фраг для Омана. Команда ФПХ. Форзе! Как же они включаются в эту игру? И Кофи с Хугеоном остаются последними. Хугеон, а хочешь ли ты играть с оператором этот ретейк? Большой вопрос. Конечно, неприятно, что позволяют ФПХ поставить спайк. Итак, есть фраг от Димасика. Хугеон меня одевает. Взял, Аталган, да. Попытка нашивать. Мне кажется, поздно пить боржоми. Тут уже раньше надо было немного подключиться. Сейчас 1 в 3, это нужно много времени, чтобы такой плач сейчас играть. То есть это как-то трудно сделать единомоментно, если против тебя грамотная команда играет. Поэтому придётся 15 в 15 отдавать, кажется. Хорошо, знает ещё одну информацию по игроку. И представление о том, что последний на лангу, это, я думаю, 100% ему понятно. Но перестрелять не будет. Отличная аркада от Шао сработала, но размен есть на Ангела, в итоге Кофи делает минус. И как же быстро вываливаются уже на бэплэнт. Нет, не дали с хуки нормально выйти, артист погибает, и Хугион делает минус по Шао в размен. Ситуация 3 в 3 ещё играбельная. У Зипана нет, у ультимейта помочь ничем не может. Шао с утой погиб, но умирает Хугион. Остаётся 2 в 3 в меньшинстве ситуации для команды атаки. Они ещё не поставили спайк. Они оставили спайк. Ну нет, они ставят на коэнте со спайком. Просто вопрос, почему ФПХ тут ушли? Мне кажется, Шэдо, он был очень... Его выражение лица говорило о том, что, мне кажется, он нечаянно перетянулся. Мне кажется, он нечаянно залетел в телепорт. Но сейчас надо разворачиваться уже. Да, видимо, мне кажется, что расчёт ФПХ был на том, что Форс запрыгнул в телепорт. Возможно, они из-за этого так и резко оттянулись, но пересчитали. Хорошо, Суигетсу. И смотри, есть ресурсы. Это очень важно. Есть флешка от Суигетсу. Главное пикнуть своевременно. Главное пикнуть правильно. Ещё один фраг от Суигетсу. Последним остаётся демасик на лоу хп. У него всего лишь 20% здоровья. Под ульту от Скаи пикнуть сразу не удалось. Очень-очень важный классик. Во время надо играть, на самом деле, Суигетсу не открываться. Боится он. Суигетсу перестреливает, но не успеет раздефьюзать. И на овертаймах это не имеет значения, что он всех убил. Экономики просто не существует, поэтому... ГГНТ. Идёт дальше. И перестреливает Кофе. Готов ли он к тому, что здесь пикает артист? Готов, но артист его всё равно переиграл. Ситуация 3 в 4. Опять Фарзаму даётся продолжать в большинстве. Очень важно, что они за счёт ранних фрагов выводят себя в преимущество. Но вот здесь Ангел остаётся в живых. Последний раунд он часто умирал сразу. И вот здесь его утилити очень помогут. Есть враг по Зэдди. Выигрывает он капитанскую дуэль. Артист промутился в шаурс. Ставится под асбайк. Слышит Ангел, слышит Ангел. Ангел идёт к Артисту. Артист не ждёт. Артист может подставиться. Нет, вовремя развернулся. И всё-таки не перестрелял своего бывшего капитана. Артист вообще куда-то в сторону стрелял. Не успел навестись банально. И остаётся ситуация меньшинствия для Форзе. Это может быть 16-16. Ох, ну что ж, тут Форзе надо помолиться на остатки своей команды. Потому что так близко к победе. И снова нервотрёпка продолжает для них. Это было бы сильно. На планте так неприятно все эти вещи играть. Они без Сэйджи играют. Стенки у Вайпер, конечно же, тоже нет. Флэш в КД. Не на что полагаться. И Хуки он опять с оператором. Только на феноменальное импульсу, конечно. Итак, первый. Второй. Нет, не полетел Шауп. Его перестреливает. И даблкил от звезды команды. Зипана так душили. Ещё сзади что-то сдавали. Какой флечара от Зипана. Но Кофи тут же трейдит. Ситуация 4 в 4. Выходит, Димасик не перестреливает Артиста. Шэдоу тем временем заходит в Смакину. Его вовремя отгоняют с Прэем. Шэдоу играет рядом с коробками. Слышит, что есть оппоненты в лампе. Ангел довольно далеко от своих тиммейтов. Он обходит в бэклайн. И может быть сыграет. Очень и очень неприятно для команды Форд. Есть враг от Кофи. Ангел открывается и не перестреливает Хугиона. Последний это Шао. И может быть у него удастся сделать клатч. Действительно это может случиться. Ну 1-4 это такое. Бывает, бывает. Да, ну это бывает. У Шао такое бывает. У Шао бывает. Это факт, соглашусь. Но трудно ему тут придется. Время много отбирается. Сама знаешь, есть такие игроки, которых до конца нельзя списывать со счетов. Итак, оборона для Фордзор. Отличный шанс закончить эту карту. При этом довольно быстро действуют представители Афикс. И на них прямо все вываливаются ребята из команды Форд. Димасик на лоу ХП разбирается, тем не менее, с Хугионом. И очень сильно зонят артиста. Не дают это растрейдить. Все. Фраг остался безответным. Это очень важно было сделать для коллектива. ФПХ информация по артисту тоже есть. Его могут очень сильно задушить. Начать с прострелов. Да, и этого не надо. Есть фраг для Азипана. Кофи пока что единственный ответ команде. ФПХ дает. И Форзы остаются вдвоем. Тут нужен мем с Баромиром. Нельзя просто взять и закончить карту. Да, да, да. Опять в сложной ситуации оказались Форзы для ретейка. Зедя погибает. Сугиется остается в полном одиночестве. И все, что он может здесь сделать, это снова надеяться на попутку ретейка Аплента 1 в 4, который, разумеется, закончил. Ребята, уже этот результат. Ну что, начинается у нас очередная атака для Форзов. На этот раз Шао занимает очень неприятную позицию. И с нее сразу же получается сдать фраг. Это вот разница на самом деле. Сугиется, по-моему, стоял прямо на пленту. Его тогда очень сильно сбрили. Здесь Шао было сложно отконтрить. Ну и он реализовывает филигранно ту часть плента, которую занял. Ну, узнает, что там на Б-Лонге много народу. Сейчас, правда, притяжек никаких нету. Хотя в телепорт, видимо, прыгнув в случае чего и через Хуку попытаться действовать. И так оно и есть. И там выскакивает, и там Сугиется может остановить его атаку. Не останавливает вообще. Артист остается внезапно один. Одинешник своей командой. Прочекали, ну и придется им брус на Аплент перемещаться. А, здесь только Зипан. Я подумал, что здесь ПТА, ребята, но я увидел, что только Зипан. А вот все остальные уже вываливаются на Б-Плент. Зайди, не палится. Хорошо, что не палится, но вот здесь надо ли было через смоки. Видимо, понял, что он выдал свою позицию и уже пришлось нашивать. Спайк, тем не менее, должен быть поставлен без проблем. Хотя сюда столько раз скидки дается, что еще не факт. Итак. Шэдоу ставит спайк. Все-таки поставит, да? Бескровно получил зайти и поставить спайк. Но сейчас уже размены идут. Из-за этого делает два минуса к Риадусу и Гетту еще один. Шао минус делает, но кофе практически заканчивает этот раунд. Остается Зипан последний. Конечно же, здесь раздефьюзить плентки составит никакую проблему. Перестелес Зипан здесь не получится. Как он пытается. И ничего не выходит. Раунд в виде рейзы, которая, да, за счет кассетных гранат, за счет бомбатрона выигрывает немного времени. Но это не то же самое, что и Сейдж. Допустим, и так, Уйон, какая переводка могла бы быть, но против Шао не получается. Суи Гетту врывается в файт фрагом по вражескому оману. Ну и ситуация 4 в 3. Фарзы могут опять немножечко выйти вперед, но Ангел промутился. Ангел первого не забирает. Ангел, да ладно, не получается. Однако под флешку все-таки дает этот враг его, раз трейдили у него было слишком мало здоровья. Шэдоу и Димасик остаются последними для команды FPX. И Димасик дает даблкил. Прекрасно вышел в бэклайн. И оставил Зэди последним. Зэди, Зэди перестреливает. Дальше выходит. Понимает, что последний на лампах. Понимает, откуда могут ждать его оппоненты. Там все это время Баба Трон катается, что ли? Серьезно? У нас начинается все с таких вот возни, разменов, которые пока никакого преимущества толком не дали ни одной из команд. Но Куген еще один минус рисовал. Как хорошо агрессия на шарту работает. Да, вот если честно, отмечаю, команды, которые хорошо играют оборону... Команды, которые хорошо играют оборону на байнде, они обычно могут очень слаженно, очень грамотно сыграть вот эту агрессию в шарту. Особенно, если у них там есть какие-то ресурсы по типу ультимейтера из Ида. И вот, мне кажется, фарзы очень своевременно об этом вспомнили. Потому что сейчас нужно было выйти в преимущество. Итак, Ангел. На 60 здоровья. Кстати говоря, в Аплэнд абсолютно спокойно ребята прошли. Только сейчас стягиваются фарзы. Они, видимо, не поверили, что окончательный выход будет именно на А. Зипан. Надо подхилить аккуратненько Ангелу, но позиция такова, что до него не доберешься. Вот, все-таки хил кинут. Отлично, Ангел восстанавливается. Собака бежит с девятки. Сейчас прыжок пойдет. И на самом деле по таймингу с маккаучем, местами, может, Ангел схватить. Но нет, пока он просто, видимо, и сам не попал, и по нему не попали. Но это минус Ангел. Все-таки позиция у него была рискованная. Хорошо, Кофен реакции сыграл. Дальше не перестреливает Зипана. Но есть информация, мне кажется, по обоим игрокам команды FPX. Итак, Зипан с Димасиком слышат дефьюз. Дают половину, уже дают. Они думают, что они фейкуют. Они думают, что это фейк, но это не фейк. Они думали, что это фейк. Не, у меня нет слов. Итак, смотрим дальше. Отличный раунд от фарзов. Прекрасно они разыграли. Но на самом деле здесь FPX во многом отдали. Будем честны. И тем не менее, это все еще равный счет. И тем не менее, чтобы победить фарзам, нужно выиграть еще два. Итак, Зипан. Зипан, Зипан не реагирует на Зедди. И здесь уже есть антрефраг для коллектива, представляющего СНГ. Артист тем временем работает в шарту. Итак, не перестреливает Димасика. Шао врывается в смоки. Пока что ситуация 4 в 4. Очень опасная игра с обеих сторон. Шао не перестреливает Худиона. Прекрасная игра в собственном смоке от Viper команды Форс. Еще один фраг для Худиона. И ситуация такова, что Форзы пока что были секунду назад в преимуществе Димаси. Как он разошелся? Спустя секунду, раунд проиграли. Да, стоило ли играть 15 раундов топов ради того, чтобы где-то так вот из-за неаккуратности, так скажем, подействовать. Измором берут друг друга, в любом случае. При этом рано или поздно придется агрессивно действовать именно атакующим. И в этом плане, конечно, такое базовое преимущество есть у тех, кто играет в обороне. Зэди при этом на 48 здоровья оставляет Димасик. Но все еще пиксы в меньшинстве. Разменов пока нет. У Зипана нет ультимативной способности. Ставят стенку, попытаются на шару как-то заплэнсить. Да, получается, Спайк ставит. Нет, 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 нет. Спайк Кэрри погибает. А есть ли время фейковать? А есть ли время фейковать? 7 секунд. Опять выбили Спайк. И на самом деле это попахивает выигранным раундом для команды Форс. Дамы и газ. Оставили Зипана в очень такой шаткой позиции на самом деле. Смотри, сдадут дроны, наверное, в ТП прыгают. Да, да, да. Мне кажется, так и есть. Да, в ТП бегут. Отлично. Это очень хороший мув сейчас. Форзы на плюс В просто оставляют Аплэнд за собой. Скорее всего, Зипан при этом его позиции известна. Но его не чекают. Слышал же, знал Су Гетсу. Тем не менее, Кофи тут же выходит трейдить. Димасик выходит в бэклайн своим оппонентам. И это тоже нужно понимать, что оттуда нужно ждать. Игрока команды Эфпикса. Спайк все еще не поставлен. И установку можно прервать. Итак, минус Кофи. Димасик, неплохая игра. Димасик, даблкил. И в итоге артист остается последним. А вот сейчас артисты можете прочитать. Прочитал нормально, убил. Все хорошо. Редвигается тоже не в одиночестве. В сопровождении Омена. И все-таки предпочитает, видимо, через хуку на бэдроп. Похоже на этот. Расклад. По крайней мере, не предвидится особо каких-то других вариантов. И Ангел погибает. Ох, что ж боже. Уже просто, мне кажется, местами плывут, ребята. Итак, ФПХ. ФПХ ротируется. Возвращаются под сторону А. В живых Димасик, Шао, Зи, Пан. Наверное, три хайтабера главных в этой катке должны быть для команды ФПХ. По ощущениям так я уж точно не помню. Ну и первым контактом, скорее всего, для них будет именно Кофи. Здесь на него ложится очень важная такая обязанность. Расстрейдить, забрать хотя бы одного. Хотя, на самом деле, у Фарзов очень серьезное преимущество. И Артист еще одного забирает. И все. Зи, Пан последний. И Зи, Пан нет. И смотри, как промутирался. Сейчас, может быть, подловит Артиста. Очень опасный момент. И Артист, конечно, не вывозит эту перестрелку. Ангел уходит на бэдплэн. Отличная, но очень агрессивная позиция снайпера. Он здесь разыграл. Ангел выше всяких похвал. Перестраивается под бэй. И теперь чекает его так вот по очереди. То хэвэн, то лонг. И на лонге, кстати, тут прям может оказаться слишком близко к нему. Опаньки. Опаньки. Ну, кстати, там еще буквально чуть-чуть угла. И он мог на второго также попасться и все-таки его убить. Но дропается у нас продолжение этой атаки. Не получилось у Димасика перестрелять. Хотя там, на самом деле, у Кофи не было преимущества никакого в той позиции. Ставится Спайк. И Зейди также погибает вместе с Кофи. Так что размены продолжаются. И Форза внезапно ставится в меньшинстве. Да, несмотря на то, что очень неплохо шоу-раунд для них. Самое неприятное то, что они потеряли Спайк. И здесь Суигетсу крадется под этим окном. При этом есть понимание того, что игроки ФПикс находятся на хуке. 13 секунд на таймере. И одного забирает Суигетсу, понимает, что там есть еще один. И понимает, что не подставляется под него. Можно на таймерс играть. Можно на таймерс играть, но ему не успеет Спайк поставить. Явно не та ситуация, в которой какая-то команда хотя бы на секунду расслабится. Может, уже поплавал просто из-за слишком нервной ситуации. Может случиться, Кофи погибает. Но разменял с собой Димасика. Ангел продолжает играть. И видим то, что у Хугиона не получилось попасть. Но на Б-плэн тоже пошла массированная атака. Вся атака вывалилась на него. И получил Суигетсу рассекретить, но артист разменивается по шэдоу. И остается в одиночке Шао. И здесь опять не получится матч-плэн взять. Правда? Шао не смог. Не смог. Да. Надо понимать, что после такой изнурительной карты, если Фарзы выиграют, придется играть в следующий. Шао. В открытой, кстати говоря, вот сейчас если из Смака пикнут, ну конечно не будут. И тем не менее, Кофи разбирается с Ангелом. А там Ангел играл с Оператором, судя по всему, Зипан. Тем не менее, тут же это трейдит. Есть информация по Зипану, но Зипан все равно перестреливает еще одного. Суигетсу врывается. Файт врагом по Зипану. Суигетсу. Нет, Хугион разбирается еще и с Шао. А Шэдоу находится на нятке. Там самое ужасное, что Зипан уже миллиард раундов этих допов. Не мог набить себе никак ревайв. Наконец-то набил и сразу же Хоммер в этот раз. То есть очень важный с точки зрения именно допов скилл. Но не выходит на него никак на копейцы. А Демасик, если бы здесь играл... Или там он с Шаоу играет. Да, это его тиммейт. Фарзы очень верное решение. Перетягиваются на Пойнт Бин. И прочитали. Но здесь быстро перетягивается Демасик. И ну-ка, а как там кассетка полетит? Заденет или нет? Прекрасная игра от артиста с Хуки. И Шэдоу остается последним. Он видит артиста. Вантапчик или не вантапчик? Вантапчик или не вантапчик? Смотрит. Смотрит на Хуку. И потихонечку движется в сторону Спайка. Спайк не внутри, надеюсь. Да, Спайк нормальной позиции. Ее очень сложно будет отыграть для Шэдоу. Они будут слушать. Они будут на слух играть. Пока никто не дернет Спайк, они выходить не будут. А Шэдоу... Эй, Тим Шэдоу может воспользоваться. Ведь вот этого момента... Да, ему экзонировали до оператора по одной штуке в каждой команде. Хотя в основное время там этого было крайне-крайне мало. И в основное время там у нас не Ангел играл с оператором. То есть он только в топах начал играть. Хорошая позиция. Выбил из рук оппонента снайперку. Но здесь ее, скорее всего, подберут дальше. Зипан может не перестрелять. А может и перестрелять. Как-то, видимо, не ожидали, что такой будет буст от стенки. Вот именно использован. Не самая ожиданная позиция. И перевестись туда тоже были потрачены миллисекунды на это. И этих миллисекунд не хватило для того, чтобы выжить. Один смог развеялся. И там вот, если бы близко к этому второй... Да, хорошо. Подловил артист. Ситуация 3 в 3. Все еще есть оператор. Зэди. Зэди, отличная игра. Его не читали. Его не читали. Ты хорош. Ты выигрываешь карту для своей команды. Дамы и господа. Это просто невероятное. Мне кажется, все-таки... Да. Мне кажется, все-таки самая длительная карта в моей жизни, которую я комментировал. Так, 24-22. Это получается 46 раундов. Была только что, ты видишь.